добро пожаловать в зиму ребята у нас сегодня воскресенье 6 декабря вся наша пасть вот так вот у нас красиво снега навалило за мать целую лопату словите как на машине просто сказка зимняя сказка еще он продолжает идти такой снежок среди очки короны романного стадишь продолжает эти снег до двух часов дня сегодня а мне сегодня выезжать вот я сейчас пытаюсь выкарабкаться взял груз на огайо на дейтом и вот не знаю даже как ехать если дороги закрыты если не пускают где-то траки то это все далеко не уеду сейчас буду по карте просматривать закрытали что нет чтобы правда не пока ребята батарейка на айфоне села продолжаем на gopro это что-то это красота разгребаемся разгребаемся выезжаем опа в рейс я не знаю как я буду ехать если честно но должно быть интересно хочу такая красотища хотел показать у меня камеры что вообще не хотят не хотят работать камеру что-то ребята ни одна камера не работает фигуру глючит она может что-то подогреется сейчас брошка что-то или греется или охлаждается не могу понять что с ней так и не смог и ничего заснять выезжать да господа вот такая вот у нас красивая погода я немножечко почистил трак съездил не на небольшой шопинг все что на дорогах это пикапы с лопатами люди на больших машинах в основном но тут есть и маленький заправка тут нашли на которой паркуемся бизи-бизи люди как говорится не заморачиваться он пацаны видите как подняли свои эти виллы ковши это они чистят наш паркинг такая серьезная техника очень серьезная техника у них тут заправка конечно трак мой растаивает по чуть-чуть но у меня очень много снега на крыше я буду ехать уже будет слетать у меня по чуть-чуть малыш мне не тормознули чтобы машин много на дороге не было ни на кого не упала стоит прогревается наш бамблбе так вот я только почистил уехал на час уже заводилась не сейчас грузим провизию если на неделю застряну в рейсе закупился немножечко хлебушек булочки картошечка короче все необходимое чтобы приготовить в траке но что друзья мы выехали еле-еле выехал с третьего раза под горку у меня груз как я говорил стоит на задних колесах трейлера если так можно выразить конечно а на драйвах у меня принципе пустота и он так по этому гололеду очень очень туго идет но ехать надо и буду ехать очень тихо до асфальта пока доберусь дороги здесь просто белый лед температура минус 2 красота неимоверная снег не заканчивается падал всю ночь с 9 вечера говорят до двух часов дня сегодня будет падать сейчас 12 12 часов дня мы только выехали дай бог доберемся часов до трех ночи до двух дагаем миль много очень много 756 миль но в принципе сделать это можно машин очень мало на дорогах сегодня очень повезло что воскресенье это же не понедельник это воскресенье никого нет на улицах люди и так отдыхают а еще снег выпал то все вообще спят кроме Михаила Владимировича который работает и еще пару пацанов на тракторах так что ребятам неделя у нас ранняя началась 5 часов наверно дома не пробыл вчера целый день тоже мне не было ездил тут по месту по делам буквально немножко побыл с детьми и вылетел груз я его хап и думаю надо же ехать а не в пятницу я еще взял в пятницу я его взял но ехать надо сегодня чтоб завтра с утра быть на месте срочный груз такой звонит пишет говорит давай в 8 утра чтоб до я говорю то буду дай бог дороги прочистятся буду спокойно помогаю в принципе не так уж ужасно все ну тут уже асфальтик появляется вообще легко если я сейчас выйду на фривей там будет такой черный асфальт то проблем вообще не будет сейчас очень резко будет потепление все будет хорошо таять вот именно по маленьким улицам в городе вот здесь ехать трудно нужно выехать на магистрали это назову изи изи пизи ну вот друзья вот такая вот дорожка нормально нормально можно ехать это буквально спустя 10 минут езды от моего дома видите хорошо чистят хорошо сыпят солью а если мы выйдем из этого циклона еще через пару часиков то вообще будет сухо где нибудь в Пенсильвании в Огайо вроде бы даже и таких осадков не было что то там чуть чуть нас засыпал вот именно Спрингфилд самый самый мощный снег снегопад я смотрел по толщине снега это хуже нет даже в Бостоне меньше даже в Нью-Йорке вообще там дождик вроде да зимушка зима пришла к нам в начале января здесь пиздец есть все все виды и это или и кстати в ну но в с с над дорога здесь здесь гололёд по-прежнему минус 2 холодно что-то уборщиков не видно видно снег еще будет долго идти решили передохнуть едем потихонечку карабкаемся чтобы не зависло снегопад сильнейший конечно первый снег и так завалило сразу за все месяца чтоб мало не показалось заскочим на минуточку ребята посмотрим что там с нашим траком на улице слетел ли весь снег или нет что моргает у нас ребята снег вроде перестал потеплела земля асфальт вернее стал темнеть ехать гораздо быстрее начали наш аппарат как новенький просто все по отлетала потаяла буквально моментально ай да красавчик во львушка вообще не понимаю куда делся весь снег с крыши вперед на капот даже не залетал где-то по ходу сбоку ушел так тут у меня уже начинаются проблемы усик отломался который внутрь заходил его чуть-чуть начал огнуть надо будет открутить что-то придумать короче или наоборот его прикрутить все тает 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 водопады здесь и путь тут я почистил частично саму растаяло дымит парит ребята сразу видно что двигаемся на юг самое главное что с крыши трейлера у нас снег весь летела еще дома на первых парах когда мы выезжали до тут еще немножко есть нормально нормально но на чтобы безопасно чтобы куски льда снега не летели в лобовое стекло маленьких машин и вообще машин вот я доволен продолжаем движение надеюсь не попадем мы уже снег больше и спокойно доедем до нашего места назначения и и и Мы уже в Агайо Остались последние рывки Где-то часа 4 Будем на месте 9.30 вечера Заехал заправиться Стою на колонке Жду Пока Можно будет заехать Погодка наладилась Снега нету Здесь в Агайо Тепленько Относительно Почищено, асфальтик Все классно Но Мэнг спать, что-то охота Сейчас надо будет Еще заварить черного чайка И ехать дальше Потому что в 8 утра нам надо быть В 8 утра нам надо быть В Дайтон Огайо В час До часа забрать надо Еще один груз, который идет уже домой В сторону дома В Коннектику Я из Коннектику-то сюда приехал А отсюда пойду в Коннектику Как попалась у меня с грузом Классно В общем Нормальная работа начинается Завтра только понедельник Сегодня у нас Еще воскресенье А мы уже работаем Так что Господа Сейчас заправимся Кстати по 2.96 Солярочка у нас здесь Хорошая цена Где-то Я не знаю Центов на 40 Наверное На 50 Как минимум Ниже чем у нас Поэтому Это нам Поможет сохранить Немножечко денег Потому что Грузы так себе А вот на солярке Можно сэкономить Так что Такие дела Ну ждем Таркуемся Пока никто не уезжает Тут 4 трака у меня Продолжаем Наш путь Господа Заправили полные баки По 2.96 240 миль нам Осталось ехать 4.5 часа Наверное Будем на месте Сейчас уже 10 10-11 Ну да Где-то в 2 часа ночи В 2 часа ночи У нас Прибытие Но Выбора нет Ребята Выбора нет Выбора нет Будем валить На полных Парах Хотелось бы Конечно Поспать Еще Ну может быть уже Через недельку Две Возьму Отпуск Небольшой Надеюсь Ненадолго Конечно Недельку Может полторы Хочу полностью Загнать машину Шап Сделать Диагностику Виде я трогаюсь У меня уже Сцепление Цепляет плохо Дергается траг Надо сделать В общем Сцепление Трансмиссию Посмотреть Надо сделать Чтобы турбина Нормально дула Поубирать все Лики Подтеки Поменять Сзади новые Провода Ну и Посмотреть В общем Весь траг Чтоб все было В порядке Зима все таки Если такая Снежная будет Есть Есть и риски Где-то встрять Если что-то Будет не в порядке Поэтому надо Позаботиться О том Чтоб было Все нормально Пока буду делать Будем отдыхать Наверное Я бы конечно Поработал бы Если был траг Какой-то Но Скорее всего Будем Просто по домашним Делам Заниматься Пока будем На ремонте Гарантия Как они обещают Гарантируют Гарантируют нам Быстрый Очень ремонт И качественный Проверим Проверим Это первый раз Я буду сталкиваться С лендстаровским Гарантийным Моментом Таким Вот и проверим Ну скорее всего Клач Трансмиссию Будет Вольво делать Потому что Она до 700 тысяч Покрывает А у меня А у меня сейчас 538 Так что Трансмиссию Скорее всего Вольво На себя возьмет Но остальные Вещи Вот турбина Там Интеркулер Это уже Лендстар НТП НТП Так называем В общем Расскажу Покажу Когда уже Столкнемся Ну что Господа Мы На разгрузке Добрались Сюда Нормально Не к 8 Но к 9 Сейчас Жду Пока этот Бакс Вытянут И едем Дальше Едем На загрузку В город Сенцинати Где-то Наверное Тоже Часть К полтора Надо будет Туда Прокатить И Загрузимся В сторону Дома Господа Хорошие Мы тут Прижались Возле Крюгера К стеночке Чтобы Перекусить Сходил Банк Мне надо было Здесь Через дорогу Сварил Короче У меня есть Мультиварка Новая тема Моя Новая тема Была Рисоварка Сейчас Мультиварка Села Батарейка Не знаю Что с батарейкой На GoPro Говно полное GoPro Больше Не куплю Sony 12-летняя Работает Что раз лучше Короче Едем домой Едем в сторону Дома В Connect Постоял Сварил Супчика Немного Поел Сейчас Надо заехать За кофеечком Еще где-то И вообще Будет По красоте Правда Проблемка Блин У меня Локбук Еще Как сказать Не начался А я На базе Переезжал И стартанул Свой Локбук И теперь Не могу Типа ехать Поставил На персонал Двигаюсь 19 секунд Проехал И все Целый день Целый день На смарку Представляете Не достоял 19 секунд И все Это конечно Беда Но ничего Едем В Connect В Connect Скидываем Груз Неплохая Цена Такая Где-то В районе 2.50 Что-то В этом Роли Ну Это Лучше Чем 2 Нормально Сейчас Буду Искать Следующий Груз Будем Искать Следующий Груз И что-то Брать Уже В среду Ну да В среду Получается Что-то Брать В среду Куда-нибудь Поставлю Хорошую Цену 3 доллара Постараюсь Постараюсь Что-то Найти Так Тут у вас Проблема Ребята Ребята Встали Очередь Красный Светофор Немножко Перегородил Мне нравится Огайо Такой Классный Штат Конечно Очень Прикольно Тут Все Близко Можно Запарковаться Сзади Магазина Пойти Покушать И еще И банк Рядом Который Надо А вот Больничка Если вам Сразу Стало Херовато Плохо Вы Сразу Живот болит Переел Иду сюда 8040 Крогер Авеню На самом деле Крутейший Штат Очень Развитый Развитая Северная Растору Хуча Предприятий Заводов Очень много Ученых Очень много Инноваций С этого Штата Космическая Программа Просто И он Не имеет Выхода К морю Ни к озеру Ни к чему Короче А не К озеру Вроде что-то Есть На севере Огайо Хорошие Дороги Хорошие Отсюда Грузы Часто В общем Позитивчик Один И Снега Нету Тут снег Бывает Такой Что Не проехать А сейчас Вообще По красоте Солнце Светит 45 За бортом По Фаренгейту Конечно Но это Плюс 7 Наверное Большой Плюс Почти Середина Января Обалдеть Обожаю глобальное потепление Конечно На севере Не знаю Как там На юге Но на севере Круто Смотрите Строятся новые Предприятия Строятся новые Вархаусы Такое чувство Что Сейчас как-то Начнется заварушка Во всем мире И Все предприятия Все Самые Мозги Потекут сюда К нам Потому что Строится Слишком много Какой-то Недвижимости Под которую Не знаю Но тут Нету Работа А вот Просто Она есть Стоит Пустует Обалдеть Походу Сейчас будет Сюда Южная Корея Свои предприятия Перетаскивает Там Северная Что-то Стрелять Начало Нестабильно Так сказать Там Образуется Пустынка Какая-нибудь Или Еще что-нибудь Не дай бог Сомневаюсь Конечно У Кореи Ну Как бы Нормальная Армия Я думаю Что они За три дня Возьмут Пхеньян Вон Орел Сидит Сидится Братан Прям на это Отдыхает Короче Прикольно Прикольно Нравится Мне Куда Это Все Идет Главное Чтобы Не стреляли Главное Чтобы Строили Предприятие Была Работа Я понимаю Конечно Что Оборудованная Промышленность Приносит Много Денег Но Ее Лесо Лучше Не оборонное Лучше Пускай Какая-нибудь Пускай Запускает Какую-нибудь Компанию По исследованию Там Я не знаю Добычи Полезных Ископаемых Которых Не хватает В мире За которой идет Война Там Где-то В другой Планете Как Маск Будем С Марса Тягать Камни Всякие Полезные Ископаемые Вот это Я понимаю А не Нападать На какую-то Другую Страну Короче Интересно Будет Я думаю 24 Нас ждет Не скучный Год Я думаю И 25 Тоже Ну а мы Продолжаем Ехать Вперед Давай Все Вперед Только Вперед 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 Так Все Ребятки Мы загружены Мы загружены Очень тяжелый Груз Что-то я подумал Будет легкий Но Нет Двигаем Назад Колесики Ух Тяжелый Какой Все Двинули Ося Ближе Сюда К себе Потому что Вес Давит Сильно На трак Теперь нормально Так Интересно А сколько же У нас Вес Копию Не пало Не пало Не пало Ага Так 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 Что у нас Тяжелый Тяжелый ну нелегкий не под завязку не ехать потихоньку экономить солярочку осталось у нас 8 часов короче домой я сегодня не доеду к сожалению ну и нормально, не буду себя мучить 7 часов 11 минут плюс час на брейк нормально, завтра до обеда должен быть дома наоборот нагреваю я знаю, я сегодня я не буду работать пускай ещё раз так что не знаю мы Продолжение следует... 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 Ну, я позвонил дилеру А дилер уже под черной звездочкой Они как бы, да, с гарантией работает Но за работу могут деньги взять Именно Лейбор А Лейбор самый дорогой 250 долларов в час Поэтому я как туда приеду Я сразу буду с ними договариваться О Лейборе Если они не покрывают Лейбор Я даже, наверное, у них не буду ремонтироваться Уеду сразу на синюю звездочку Там, где покрывается 100% Ну, там следующая база уже с синей звездочкой Далековато Часа два от меня На неделю отвезу его Может быть больше Не знаю, сколько займет И будем ремонтироваться Нужно все сделать Чтобы он идеально у нас был Шесть лет отслужил Уже заработал, как сказать На реабилитацию Съехать Съехать мне на этот экзит Может быть На пару минуток Тут трекстап какой-то есть Небольшой Вот так вот в поворот Ходить нельзя, ребята Резко принял решение И там Перекусить что-то А то я уже, не знаю Шесть часов в шесть поел, наверное Уже шесть часов прошло Ходься что-то закинуть А так Груз обалденный, короче Груз шакардос Не знаю, с Ирджинией, наверное, будет так себе С Ирджинией будет так себе Так, вот тут я не знаю Блин, а Да, я тут подмож приехал Трекстап там Первый раз съезжаю вот сюда В эту местность Хоть бы не застрять нигде-нибудь Но вроде все четко, цивильно Светло Светло, хорошо А, вон трекстап спереди Айхоп И там где-то Макдональдс должен быть Пак-так Больше тут ничего нет Можно было, конечно, в Айхопе заказать что-то Но Что-то неохота мне Блинчики Панкейки на ночь Так, где тут заезд? Где тут заезд, господа? Не тут заезд Я думаю, что Наверное здесь А, это А, елки-палки Ладно Заедем Заедем Неправильно Но ничего страшного Заправка Простая Не брендовая Не Тейка Не пилот А просто Гоу-март Называется Гоу-март Я Тейки-пилоты Проехал уже Все проехал Все стоят Все тут Забито Места Встать вообще Негде Блин Как же я плохо заехал Как же я плохо заехал Что же делать? Пара-па-па-па Надо крутонуться И встать На колоночку Обысходить нам Мук-дук Видите? Все подзабито Хотя парковки Немало Немало Но Все Подзавязку Ребята тут Отдыхают Чуть-чуть Нам здесь тормозиться Не надо Отдыхать нам не надо Мы пролетаем Все это дело С Кознячком С небольшим перерывом Вот Хотя я бы уже Завалился бы спать С удовольствием Потому что поспал я сегодня Сука Немного Ну Встанем как-нибудь Вот так Чувак спит Походу на колонке Даже не заправляется Просто встал Встал и сказал Пишло оно Всю дупу Я пошел спать Каких Вот так Красавчик Такой вот Красивый Трекставчик Смотрите С какими Окнами Витраженными Елочка Стоит Ё-моё Красота Светло Хорошо Но мы Идем Мимо А я Что думаю Ребята Думаю Чужь не горит Знак Макдональдса А он Походу Закрыт До скольки Заня Работает Ёли Пали Раньше Мак работал До часа Все Запрекол Вааа Что Все закрыто Реально Даже Дрестру Нет Кюринг Класс 6 утра Открывается До 9 Работает А не Это Новый год Ах Блин Вот так Вот теряем Время На Экзот Съезжаем И все Такое Мрока Сним Идем Посмотрим Что На заправке Есть Короче Не Судьба Господа Не Судьба Думал Я Перекусить Но Потерял Целых 10 минут Доброе утро Мы Мы на заправке У нас Очередная Небольшая Заправочка Закончился Деф Заправим Деф Продолжаем Путь 5 часов Осталось До разгрузки До дома 8 утра Поспали Классно Короче Можно ехать Заправляемся Берем кофеечек Путь Дорожку Сейчас Надо срочно найти Еще один груз Сегодня У нас Только Вторник Да Или Какой день Я уже забыл В воскресенье Выехал Тюздэй Да 9 число Вторник Вот Надо найти Грузик На среду Или на четверг А потом Что-то уже Домой Что-то тут Мутят Трак застрял Что-ли Непонятно Лопатный Трак С лопатой Застрял Или улетел Что с ним Да Застрял Вот олень Новый Трак Затаранил С лопатой Заснул Наверное Ночью Они же Ночью Чистят Эти ребята Снежок Уснул А он При мне Прям Вы вытянули Его Цепью Катерпиллера Вот Дернул Все 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 выехал Ночью Едут Спать Хотят Многие Не высыпаются И все Я таки Морнул И в отбойник Шара А мы А мы потом В трафике Стоим Не успеваем На доставку Ну Главное Что Целы Не вредим А у нас Уже Дождь Начинается У нас Уже Потепление Глобальное Валил Снег Понавалило Снега Сфит Куча Снега А сейчас Тепло Начинает Становиться Уже 32 Уже Ноль Завтра Будет 50 Завтра Будет 11 По Цельсию У нас 11 В Январе Класс Все Потает Завтра Будет Чистенько Хорошо Я имею Обочину Тут И так Нормально Ехать Можно Я даже Когда Выезжал Снег Валил Я Только Выехал Нормальную Дорогу Ну Чуть Чуть Было Там Снег А так Можно Ехать Было Без Проблем Хорошо Чистен Продолжение следует Все Господа Мы Подъезжаем К нашей Разгрузке Это у нас East Hartford Восточный Hartford Улица Где Продается Само Больше Машин В этом Городе Здесь Все Дилерские Ford Chevrolet Audi Porsche Volvo Все Здесь Даже Розовый Есть Ford 150 Electric Lightning Называем Все Тут Ребята Джипы GMC Все Вот Она Пожалуйста Рэм И даже Автобусы Ездят На Водороде Или на Чем Там Электро Дизель Не знаю Гибридный Короче Ну а мы Будем Сбрасывать Наши Бочки С Какой-то Жидкостью Не Химической Оставим Этот Груз На Базе И Пока Меня Будут Разгружать Я Очень Надеюсь Найти Какой-нибудь Себе Еще Груз В Куда-нибудь У меня Принципе Есть Один На Заметке Грузик Да Но Там Есть Нюанс Надо Иметь Надо Иметь Лоуд Бары Такие Растяжки Железные В трейлер Которые Именно Втыкаются В дырки Трейлера У меня Таких Нету Но Есть Вариант Что Мне Дадут Их Взаймы Там На Базе Но Мне Надо Их Вернуть А Вернуть Надо Будет В Лонг Айленд Это Остров В Нью-Йорке Где Живут Богатые Люди И Не Только Да Я Не знаю Когда Я попаду Назад Чтобы Отдать Эти Лоуд Барчики Но Груз Взять Очень Хочется Платят 9 Долларов За Милю 8 С Половиной Что Очень Хорошо Но Мне Придется Вернуться Тогда Еще Раз Лонг Айленд Взять Специально Оттуда Груз Чтобы Я Мог Привезти И Отдать Лоуд Бар Вот Как Б Такой План Груз Пока Еще Висит Он Есть Сейчас Буду Думать Если Ничего Не Найду Наверное Заберу Этот Груз Рискану Этими Лоуд Барами Потому Что Если Их Не Отдать Назад Оставить Себе Они Потом Снимут С меня За Копеечку Или Две Копеечки А Может И Больше Ну Короче Не Хотелось Бы Попасть Еще На Какую-то Кассу Поэтому Надо Вернуть Будет Такие Дела Сейчас Смотрите Он Трак Разгружается Flatbed Прямо На Дороге В У меня Вроде База У меня Вроде База Работает Она Вроде До Двух Часов Дня Сейчас Только Час Тридцать Или До Трех Часов Дня Но Надеюсь Я Успеем Не Думаю Что Все Так Быстро Спать Сейчас Пойду И Оставят Меня До Завтра Куковать У меня Тут Дом 20 Минут Отсюда Так что Я Практически Дом Практически У себя На Районе East Hartford Штат Коннект Вот Он Наш DuraFlex 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 Заезжаем На DuraFlex Никогда Не подумал Что Обычная Частная Улица Здесь Может Быть Такое Предприятие Предприятие DuraFlex DuraFlex From The Floor Up Короче Все Начинают Они С нуля Шиппинг DuraFlex 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 Ох Ох И погодка У нас Ребята Дождик 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 Короче Не могу Я найти Груз Разгрузился Поздновато Разгрузился Немножко Поздновато И теперь Уже Как говорится Вариантов Осталось Немного Еду На Trackstad Pride Буду Пока ждать Может Что-то Выскочит Как правило Вечером Бывает Выстреливают Неплохие Грузы Срочные Неплохие Грузы Может Что-то И выстрелит Ну я Так сильно Не надеюсь Постою Часик А если Ничего Не будет Поеду Домой От Дома Недалеко Буду Что-то Уже Искать Завтра Видите Возле Компании Прям Тут Люди Живут Как Сарай Такие Пятидесятых Когда-то Эти дома Строили Они стоили Четыре-пять тысяч Не больше Такой дом Стоил Сейчас Двести-триста Представляете Как рынок Как рынок Недвижимости Ушел И поднимают И поднимают Поэтому У нас В округе Американцы Попроще Живут Даже Асфальт Не стелят Как в лесу Главное Чтоб дом Нормальный А там Может Там Далоги Не поднимут Меньше Затрат Вот Красивые были дома Класс Викторианские Да Погода Только спать Только спать Ребята Сейчас Завалюсь Спать Стану Поставлю Себе Оповещение Чтобы Грузы Прилетали И лягу Спать Поищу Наверное Часик На сегодня Грузы Если До пяти Ничего Не вылетает Едем Домой Ставлю Оповещение На завтра И уже Будем Искать Какой-то Груз Чтобы Забрать Завтра Часа Велосипедист Даже В ливень Катается У нас Дождик До завтра Такой Конкретный Ливень Превратился Снежок В ливень А завтра Уже Чуть ли не Пятнадцать Градусов Я уже Посмотрел Это будет Жарище Все Потает Сто процентов Завтра Все будет Течь Светить Солнышко Будет Красота Красота Лепотан Хартфорд Хартфорд Коннектикут Я тут Редко Бываю Когда на Каролайне Работал Часто Груза Отсюда Забирал На Ландстаре Не так уж Много Попадается Из наших Мест Ну что то есть Сегодня Доставочку Сделали Нормально Но отсюда Ничего Нема Пока 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 Так то Вылетает Что то Ниджерси Много Вылетает Там Из Нью-Йорка Ниджерси Но туда Ехать Ребята Ехать Долго Долго Ехать А я не хочу У меня Времени У меня Локбук Остался Все Вчера Меня Отключили От персоналки Больше Я персоналку Не могу Пользовать Слишком Обьюзал Все Осталось 5 часов 49 минут Езды В принципе Нормально В принципе Нормально Можно было бы Еще поработать Но Не Нечем Работать Так сказать О Вальвушечка Дилерская Дженграс Дженграс Хоффман Форд Дженграс Шевроле Я же говорю Эта улица Это Сплошная Дилерская Когда работал На машинах Я парковался Вот на этой Улице Спускался Туда вниз Прижимался К обочине И разгружался Разгружался Перегружался Забирал Отсюда Машины Вез их В Техас Из Техаса Забирал Привозил Обратно Вот так Вот была Такая Интересная У нас Работа Паршак Паршак Красота Каенчики Стоят Маканы Ремонт У них Большую Дилерскую Строят Они Большую Дилерскую Лексус Тоже Констракшн Все Себе Сейчас Обновления Делают Большие Большие Обновления Много Денег Похоже Придет В Америку Скоро Будут Продавать Лексусы Как Горячие Пирожки Каждый День По 20 Штук Как я Говорил Сейчас Много Компаний Собираются Двигать Сюда К нам Развивать Америку Так сказать Братан Ты Вообще Не Прифигел Выпився Слышишь Чупакабра Хэть Здоровье Так Ах Красиво Смотрится Хартфорд Красиво Час Пик Все Стоят Речка Вон Набережная Ай Зима Все Испортило Сейчас Бы погулять Где-то Да Хартфорд Посерьезнее Город Конечно Мне кажется Чем Наш Спрингфилд Чет Как-то Тут По-манхэттански Все Красиво Кстати Я ни разу Не был на этом Трэкстапе Это Совершенно Новый Трэкстап И вот Открыли Недавно В Хартфорде Строили Быстро Я проезжал Констракшн Был такой Там И большой Такой Трэкстап Я вам скажу Прайд У нас эти Прайды Здесь очень Популярны На них Кстати Хорошая цена На солярку А рядом Вот здесь Справа Большой Парк Я раньше Его не видел Это тоже Новый Констракшн Раньше Просто был Лес Там дальше Речка Куча Мусора Валялась А сейчас Все вычистили Выгребли Сделали Красоту И каждый Год Я вижу Новые Новые Проекты Все Красивее Чище Быстрее Строят Это круто Неужели Америка Начнет Развиваться В сторону Чистоты Парков И всего Такого Дженнингс Роуд Здесь Кстати Тоже В Хартфурде Большие Дилерские Я туда Привозил Вон Хонда Кармаксы Хондай Инфиники Все там Мерседес Рейндж Ровер Тоже А кстати Вот Джагуар И Кадиллак Вольцваген Тут Автопром Конкретно Говорю Вообще Народ покупает Машинки А он Прямо По курсу Прайд У нас Вот я Только Не знаю Платные Или Бесплатные Сейчас Посмотрим Прикол Альфа Ромео Новая Смотрите Тонали Называется Здесь Альфа Ромео Как бы Фирма Есть Да Но Альфа Ромео Это Додж Это Доджи У нас Короче Все Итальянские В одном И том же Кузове Только Шильдик Меняют Додж Альфа Ромео И Фиат Все Итальянцы Короче Машинка Такая Себя Взял Пару Лет Поездил И Выкинул Так Заезжаем Первый раз На Прайд Ого Ого Тут Грузов Поналетело Что-то Я пропускаю Что-то Я пропускаю Ёлки Ваттер Word Вот Вот Я Ля 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 Мамма Нет, 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 нет На Братальбору Так, а где Коннектику только что увидел? Только что увидел Коннектику Ну, забрали уже его Вот же Засранцы В Пенсильвании далеко Не в нашу сторону Бля, куда я поехал? Я не понял Что, объезжать, что надо? Так А, Виндзор, Коннектика Так, на, окей Бердин, Элизабет Эх, ничего путевого Ничего путевого Так, о, Визан, Кареликут Сиракюзы Забирается сегодня Тру-ту-ту-ту-ту-ту-ту 4.30 пьем Алло, алло Алло, алло Все, ребята, продолжаем неделю рабочую Хазмат Забрал В Бостоне Вчера сидел дома Не мог найти груз Ага 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 А его бы хорошо бы Завязать Возьмем перчатки Кинем пару стрепов Кинем пару стрепиков Пару стрепиков Вчера отдохнул День свободный был Как раз Приезжали Родственники к нам Из Шарлотта Мы денег провели Вот, а сегодня Смотрю Выскочу Груз Думаю, надо брать Груз, в принципе Дешевый Так, ну Ну, в плане дешевый В том Мало платят за него Но Это же Массачусетс Тут уже Сильно выбирать Не приходится Но идет он Ну, относительно Неплохое место Ири Пенсильвания Ири Пенсильвания Так, братан Ну, подвинься Ну, подвинься Чуть-чуть Такие легкие ящики С чем-то Не могу понять Так Еще чуть-чуть Сюда давай Что это такое? Знаешь, что Приехала с Японии Мацумото Я сильно завязывать не буду Это все дело Так, легонечко Притяну Чтобы оно У меня Не полетело Все Все Таким образом Оно уже Будет Более-менее Стабильно Очень легкие ящики Очень легкий груз Где-то 5000 паундов Что очень приятно Не надо сильно затраты На солярку Будем ехать тихо Спешки нету Время есть Завтра утром Вернее 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 К утру Мы Завтра к утру Довезем Сейчас у нас Цель Найти Из города Ири Или Где-то Поблизости Хороший груз Назад Домой Чтобы мы На выходных Были дома Продолжение следует Домой Продолжение следует Продолжение следует